здравствуйте на протяжении длительного времени держится субфибрилитет до 37,3 градуса последние 2-3 года иногда температура нормализуется потом снова растет последние лет пять крови наблюдается одна и та же картина повышение уровня лимфоцитов уменьшение нейтрофилов около месяца назад в области ремной ямки нащупал небольшое уплотнение просьба особое внимание при расшифровке уделить органам средостения в частности тимусу спасибо кафедра лучевой диагностики консультативное заключение по представленным катетом а грамм пациентке 1985 года рождения дата исследования 19 мая 2020 года область исследования органы грудной клетки контрастное усиление не проводилось при мультиспиральной компьютерной томографии с используем реконструкции в сагитальной аксиальной и фронтальных плоскостях построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки легкий расправлено пневматизация легочной ткани неравномерно повышена до минус девятьсот тридцать минус девятьсот сорок пять хаунсфилда за счет явлений панолобулярной эмфиземы в легких свежие чагово-инфильтративные изменения не выявлены ход и проходимость страхе и главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены средостение не смещено не расширено в переднем отделе верхнего средостения выявлено округлое включение аксиальным размером 13 на 11 миллиметров в пределах возрастной нормы вертикальным 19 миллиметров нативной плотности до минус пятьдесят пять плюс двадцать четыре хаунсфилда контра его ровный четкий внутри грудные лимфатические узлы не увеличены обычная форма и структуры жидкости плевральных полостях не выявлено костных травматических и деструктивных изменений не определяется сердце аорта без особенностей диаметры легочных артерий в пределах возрастной нормы подмышечные лимфатические узлы не увеличены заключение к т картина хронической обструктивной легочной болезни рекомендована консультация пульмонолога ассистент кафедры кандидат медицинских наук котов м.а. комментарии врача рентгенолога органы средостения у вас без особенностей ничего катастрофического там нет тимус сохранился его размер пределах нормы повода для беспокойства тут нет сложности у вас легким явление эмфизема сейчас это хроническая обструктивная легочная болезнь это жизни не угрожает это дегенеративные изменения легочной ткани вы можете это чувствовать как нехватку воздуха неэффективность дыхания с этим надо обратиться к пульмонологу данных за внимание у вас нет вопрос пациента здравствуйте можно уточнить насколько обширные эти эмфиземы и какой предположительно стадии соответствует хоббл правильно я понимаю что это лечение не поддается спасибо за ответ ответ врача рентгенолога на вопросы про стадию ответ даст выполнение функции внешнего дыхания с этим люди годами живут полноценной жизнью без каких-либо ограничений